Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Запад не замечает слабости России. Сторонники Путина признают проигрыш в Украине. Слабость Кремля становится очевидной западным столицем. Велики ли шансы Киева на получение значительной помощи от Вашингтона? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с историком главой Института Центральной Азии и Кавказа Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Фредериком Старом, директором Института Джорджа Буша в прошлом помощником госсекретаря Дэвидом Крэмером и историком из Центра Дэвиса Гарвардского университета Джоша Рубинстином. Россия терпит поражение в войне в Украине, но этого по необъяснимым причинам не замечают политические элиты западных стран, свыкшиеся с мыслью о том, что шансов у Украины на победу нет, и ей необходимо договариваться с Путиным. Таков основной тезис статьи Фредерика Стара в журнале National Interest. Свой вывод, выбивающийся из доминирующего ныне в Вашингтоне нарратива, Стар делает на основании анализа высказываний и заявлений заметных российских фигур. Да, поражение России на поле боя пока не очевидно, оно маскируется отчаянными усилиями Кремля, не считающимся с гигантскими потерями на фронтах, но поражение в умах, по мнению историка, очевидно. И это главное. Он приводит в статье, например, высказывания видных думцев, Картополова, Матвеичева, телеведущих Скобеева и Соловьева, военкоров. Все они предупреждают о приближающемся поражении России. Вопрос, на который у Фредерика Стара нет ответа, заключается в том, почему американские комментаторы не замечают этих настроений и что необходимо сделать для того, чтобы Украине была оказана помощь, которая, он убежден, поможет ей одержать победу, и эта победа на самом деле недалека. Слово Фредерику Стару. Каждая война, везде, связана не только с ситуацией на фронте, но тоже с ситуацией внутри страны, и надо прямо сказать, что эта ситуация ужасная. И это мое впечатление, неважно в этом отношении. Это заключение основано на словах самых русских. Даже зи-блогеров, которые на Телеграм и другие сайты с утра до ночь, они очень-очень серьезно и сильно критикуют ситуацию не только на фронте, но особенно, это особенно важно тоже, внутри страны, что эта война отрицательно влияет на домашние обстоятельства русских. Это относится к газу, это относится к ситуации в магазинах, это относится даже к отоплению. Я удивляюсь только в одном, что это неизвестно на Западе. Я могу сидеть спокойно в Америке и смотреть доклады и впечатления русских блогеров. Почему это неизвестно нам на Западе? Это стыдно, мне кажется. Но ситуация очень плохая, и даже на крайне правой русской политике это очень-очень смело отражается. Например, Зюганов. Смотрите, что он сказал несколько раз в Думе. Они очень сильно и прямо критикуют не только объективные обстоятельства внутри страны, но и самого Путина. Это факты. Вы в своей статье приводите немало ярких высказываний зет-блогеров, и не только блогеров, про кремлевских думцев. Чьи заявления, по вашему мнению, заслуживают большего внимания? Стоит вашим слушателям обратить внимание на ежедневные доклады в Думе. Там выступают и крайние консервативы, и крайние сравнительно радикалы. Они поют вместе. Они говорят о ситуации в регионах. Мы страдаем. Наша зарплата не хватает. Наш завод закрыт. Это слова и зет-блогеров. И официальные наблюдатели. Например, стоит посмотреть, что говорит Сергей Мардан. Он очень прямо теперь реагирует на действительность. Он понимает ситуацию. Не только он. Бедная Ольга Скобеева, она в течение нескольких лет передала абсолютно фалшивные доклады. Но теперь она признает публично, что мы не можем существовать при атаках украинцев. Шах Назаров. Он говорит, что все это доходит до крах, гражданскую войну и так далее. Они все официальные личности. Это мне кажется неудивительным, учитывая, что многочисленные прогнозы западных аналитиков о небольшом запасе прочности российской системы, которая не выдержит бремени войны и санкций, пока не оправдались. Ведь путинский корабль все еще на плаву. Год тому назад никто не критиковал Путин прямо. Они критиковали политики или генералы. А потом, примерно 4 месяца тому назад, началось говорить о нашем лидере. А потом говорят о самом Путине. Это течение видно. Они очень-очень открыто критикуют ситуацию. Они сами, это не я говорю, они сами убеждены, что выхода нет. Фредерик, в последнее время в американской прессе очень заметно утверждается тезис о том, что эта война затемнулась, что у путинской России достаточный запас прочности, чтобы продолжать войну, в то время как у Украины недостаточно сил для победы. Дескать, пришло время для мирного соглашения, пусть не на самых выгодных для Киева условиях. Эти настроения стали особо заметны после победы Трампа на президентских выборах. Вы, насколько я понимаю, считаете, что призывы договариваться с Москвой, мягко говоря, преждевременны? По-моему, это ошибка теперь. Почему? Потому что Путин ищет теперь время. Пытается выиграть время. Да, и поэтому очень важно, чтобы украинцы и их друзья в Европе и в Америке поняли, что его ситуация отчаянна теперь. Не только на фронте, но и внутри страны. И каждый день небо станет чернее. Крак экономики – это совсем другой, но очень-очень важный вопрос. Потому что у него был фонд от газа. Он почти пустой теперь. Поэтому надо понимать, что единственный результат войны должен быть исключение России из всех украинских землей. Вся альтернатива, они будут сохранить власть Путина и очень-очень опасную ситуацию во всей Европе. На фоне скорого прихода Дональда Трампа в Белый дом союзники, сторонники Украины в Соединенных Штатах настроены пессимистично. Как вы сами говорите, многие на Западе попросту не осведомлены о том, о чем вы пишете. Честно говоря, трудно представить, как ваш сценарий может осуществиться в нынешних обстоятельствах. Я уверен, что менталитет Запада будет революцией в течение нескольких месяцев именно о ситуации в России. Понимание ситуации фундаментально меняется. На основе этой революции, мышления, они будут понимать, что единственный выход, который мы можем принимать, это победа. Чтобы русские войска уехали совсем из украинских территорий. И все. Потом местная ситуация в России, это дело русских. Что следует, мы не знаем. Но есть возможность положительного выхода от этой ситуации. Что будет, тот знает. Стоит, по-моему, смотреть на ситуацию после, например, Крымской войны. В 1856 году был перерыв. Николай I умер, а потом появился Александр II и новая юридическая система. Это была как эпоха великих реформ. Смотрите, что случилось после войны в Японии в 1995 году. Дума была основана, и разные реформы случились. Поэтому я не исключаю положительные результаты этих трагических времен. А что вы думаете о том, как может выглядеть украинская политика Дональда Трампа? Его известная фраза о намерении завершить войну за один день дала поводы для бесчисленных комментариев о том, что если он не прекратит, то сильно уменьшит американскую помощь Украине. И в его ближайшем окружении, как мы знаем, есть как критики, так и сторонники предложения поддержки Киева. Некоторые комментаторы говорят, что соглашение, которое будет выглядеть как поражение Украины, станет черным пятном на его президентстве, чего Трамп не допустит. Иными словами, объективно говоря, ясности на этот счет нет. Я буду издать на этой неделе вторую статью о ситуации в Украине. И я там говорю, что нельзя договориться с Путиным. И я уже об этом поговорил со многими и конгрессменами, и так далее, и активные люди в Вашингтоне. Они все готовы принимать более объективный и положительный выход от ситуации в Украине. Мне кажется, что окончательная позиция Трампа в ситуации в Украине абсолютно не видна пока. Скоро будет, но теперь только красивые слова, которые относятся больше к местной политике Америки, чем к ситуации в Украине. Это не окончательная позиция его. Это только риторика политической кампании. Правильно ли я Вас понимаю, Фредерик, Вы оптимист в том, что касается перспектив продолжения американской помощи Украине в президентстве Трампа? Я не исключаю возможность оптимизма. Настроение на Западе теперь очень мрачное. Я считаю, что это ошибка. Я ожидаю, что в течение следующих недель это меняется. Они будут понимать ситуацию в России и неудовольствие самых русских граждан войной. Самое главное, что они говорят не нам, а друг другу в думе, в телевизоре, в блогах. Можно сказать, что они все выступают одним голосом теперь, критическим. Но не кажется ли Вам, что Вы преувеличиваете, говоря об очень заметном недовольстве этой войной в России? Это возможно, но я очень-очень недоволен Западной печати, потому что они должны были бы следить за эти материалы ежедневно в течение последних двух лет. И они как-то закрыли глаза на совсем доступные материалы из самой России. Они спали. Фредерик, что Вас заставляет думать о том, что такое изменение отношения к идее поддержки Украины может произойти в ближайшие месяцы или даже недели? Например, эта статья, которую Вы читали в журнале «The National Interest», «Национальный интерес», реакция на это очень сильная была. Мне кажется, я думаю, что все, что я сказал, это доступно всем, но кажется, что это абсолютно новость, что-то абсолютно новое американской публике. И поэтому реакция на эту статью очень-очень активна и очень положительна. Мы вернемся к разговору с Фредериком Старом, Дэвидом Крэмером и Джошуей Рубинстином. Оставайтесь с нами. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы. На YouTube-канале Радио Свобода Лайф. Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос. Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Запад не замечает слабости России. Мои сегодняшние собеседники – Фредерик Стар, Дэвид Крэмер и Джошуа Рубинстин. Прогноз историка Фредерика Стара о том, что западные столицы увидят слабость России и будут готовы предоставить Украине помощь, необходимую для победы, пока они готов разделить Дэвид Крэмер. Я бы хотел, чтобы этот прогноз оказался верным, но не уверен, что это так. Фред приводит важные убедительные примеры роста недовольства в России действиями Кремля и Путина. Свидетельство того, что ухудшающаяся экономическая ситуация вызывает критику даже со стороны членов Госдумы. На мой взгляд, непонятно, какие перемены эти настроения могут повлечь. Будет ли это попытка предпринять решительные действия и усилия для того, чтобы, несмотря на бездарную военную кампанию, проводимую Путиным, все-таки одержать победу, либо это приведет к решению о необходимости закончить дурацкую войну, начатую Путиным, и сосредоточиться на решении внутренних проблем России. В том, что россияне устали от войны и хотели бы ее завершения, нет сомнений, но при этом, как указывают многие опросы, они все еще хотят победы. Путин до сих пор не решался объявлять масштабную мобилизацию с тем, чтобы не спровоцировать массовое недовольство войной. Но потери российской стороны, согласно независимым оценкам, огромные. Ему приходится бросать в бой северокорейских солдат. Есть информация о том, что Кремль пытается завербовать на войну еменских хуситов. Он делает ставку на заключенных. А теперь мы видим крушение рубля, безостановочный взлет учетной ставки в России, резкий рост инфляции. Это все более очевидные признаки того, что война становится все более разрушительной для страны и ее экономики. Однако, как мне кажется, заявления и комментарии видных фигур в медийном пространстве, в блогосфере и даже в Думе, менее важны, чем взгляды и настроения тех россиян, кто находится на передовой. Их бросили на передовую в качестве пушечного мяса. Потери российской стороны значительно превышают потери украинской армии. Тем не менее, они продолжают воевать и даже смогли продвинуться в Донбассе и Курской области. Я думаю, что от их настроений зависит гораздо больше, чем от комментариев людей в Москве. А оценить эти настроения очень трудно, несмотря на то, что есть много сообщений о российских передвижчиках, о недовольствии некомпетентными и коррумпированными командирами. Дэвид, иными словами, вы, как и многие аналитики, продолжаете думать, что Украине прежде всего требуются успехи на поле боя? Да, те факты, которые приводит Фред Старр, лучший аргумент в пользу оказания Украине серьезной помощи, которая поможет ей одержать верх. На мой взгляд, одной из крупных ошибок администрации Байдена за почти три года этой войны был отказ ясно сформулировать свою украинскую стратегию и ее цель. Этой целью должна была быть победа Украины, и наша стратегия должна была быть нацелена на это. В действительности Байден считал, что США должны помочь Украине обороняться от российской агрессии. Результатом этой ставки на оборону было то, что Киев получал оружие, которого едва хватало на ведение оборонительных действий. Даже контрнаступление в 2023 году украинцы были вынуждены начать, не имея достаточного количества техники и вооружений. В последние недели после поражения на выборах президент Байден, словно признав ошибку, дал санкцию Украине на использование американских ракет для ударов вглубь территории России. Он отдал распоряжение об экстренной отправке в Украину дополнительных вооружений с тем, чтобы полностью использовать средства, выделенные Конгрессом еще прошлой весной. На всем протяжении войны Белый дом действовал чрезвычайно медленно, сверхосторожно. Почти на каждую просьбу Киева о выделении нового типа вооружений следовал отказ, затем, после длительной паузы, согласие. Но время было потеряно. То же самое произошло и с последним пакетом помощи. Получи Украина это вооружение весной, ситуация на поле боя сегодня могла быть иной. Я считаю, что шансы на победу Украины при достаточном уровне поддержки остаются высокими. Можно только представить, чего украинцы могли достичь, имея не в достатке современное вооружение, если они смогли в нынешних условиях нейтрализовать российский Черноморский флот, если они смогли атаковать российские военные базы и нефтеперерабатывающие заводы практически на всей европейской территории России, используя беспилотники собственного производства. Да, украинцы сейчас оказались в тяжелой ситуации. Но, я согласен с Фредом Старом, в не менее тяжелом положении находится и Россия. Это невозможно было представить накануне вторжения России в Украину в 2022 году, когда Путин, вкупе с множеством аналитиков, в том числе и американских, был убежден, что падение Киева будет делом нескольких дней. Почти три года спустя украинцы не просто сопротивляются. Война довела Россию до порога кризиса. Но украинцы платят за это ужасную цену. Дэвид, вы и Фредерик Стар убеждены, что Украина может и должна победить. С другой стороны, настроение в пользу договоренности с Владимиром Путиным в Вашингтоне очевидное. Похоже, с этой мыслью постепенно свыкаются и в Киеве. Как вы думаете, чья точка зрения возобладает в конце концов? Без сомнения, давление в пользу достижения соглашения с Россией растет. Поэтому мы слышим все больше заявлений украинской стороны о готовности к переговорам. Это отражает результаты опросов в Украине, указывающие на уменьшение числа тех, кто выступает за войну до победы. Я полагаю, что в большой мере это результат того, что украинцы не уверены в продолжении поддержки со стороны Запада и главным образом Соединенных Штатов. Эту взаимосвязь можно было проследить по тому, как украинцы реагировали на отказ Конгресса одобрить пакет помощи осенью прошлого года, а затем на его одобрение в апреле нынешнего года. Поэтому я продолжаю думать, что победа Украины возможна, если мы предоставим им необходимую помощь и не будем вводить ограничения на использование вооружений. С моей точки зрения, Соединенные Штаты сделают большое одолжение Путину, если они подтолкнут Украину к заключению соглашения с Россией, которым будет предусматриваться оккупация России и украинской территории. Такое решение не обеспечит мир. Россия, восстановив свой военный потенциал, будет использовать Крым, Донбасс, как плацдармы для новых атак против Украины. Лучшим способом закончить войну будет предоставление Киеву средств, необходимых для победы. Я полностью согласен с Фредом Старом, что победа Украины необходима, поскольку это не только поможет нейтрализовать агрессивные инстинкты Кремля, но и будет предупреждением для таких стран, как Китай. Пекин должен осознать, что попытки агрессии против Тайваня обернутся для него тяжелыми последствиями. В этой ситуации поражает и то, что речь идет не только о военной помощи Киеву. Возьмем санкции, которые постепенно ужесточаются. Вашингтон ввел санкции против одного из ключевых российских финансовых игроков, Газпромбанка, лишь на днях. Это должно было произойти в 2022 году. Да, президенту Байдену нужно отдать должное за то, что западные союзники сохраняют единство в том, что касается поддержки Украины. Ей была оказана немалая помощь, но негативные последствия его чрезмерной осторожности очевидны. Я, например, думаю, что резкое падение курса рубля не случайно совпало с введением санкций против Газпромбанка, поскольку он играл ключевую роль в системе оплаты иностранными потребителями поставок российских энергоресурсов. И этого результата можно было достичь гораздо раньше, если бы Вашингтон действовал более решительно. Дэвид, сейчас строится много предположений относительно того, что можно ожидать от Дональда Трампа после его прихода в Белый дом. Большинство аналитиков считают, что Киеву от этого ничего хорошего ожидать не приходится. Хорошего в смысле продолжения или увеличения помощи. Хотя кое-кто считает, что поражение Украины, очевидно, невыгодный для нее мирный договор, будут темным пятном на президентстве Трампа, чего человек с амбициями Трампа не допустит. Ваши прогнозы? Я не хочу строить догадок о том, как будет выглядеть украинская политика Дональда Трампа. Не будем забывать, что в 2017 году именно он, а не его демократический предшественник, согласился предоставить Украине боевое оружие, противотанковые ракеты «Джавелин». Именно он, вопреки протестам Германии, подверг санкциям корпорацию, владевшую Северным потоком. Я думаю, что действия Трампа сейчас попросту непредсказуемы. Его выбор людей на ключевые посты в кабинете в основном вселяет надежду, поскольку и Марк Рубио, номинированный на пост госсекретаря, и Майк Уолтс, который станет советником президента по вопросам национальной безопасности, прекрасно понимают опасность, представляемую режимом Владимира Путина, не только Украине, но и Западу. Я думаю, что какие-то серьезные выводы можно будет делать только после их вступления в должность. Джошуа Рубинстон считает, что если делать прогноз о том, что приход Дональда Трампа в Белый дом может значить для Украины, то этот прогноз будет негативным. Начиная любой разговор о Дональде Трампе, нужно оговориться, что он полностью непредсказуем. Но что постоянно в высказываниях Дональда Трампа и его будущего вице-президента Джей Ди Венса, это отсутствие у них сочувствия к украинцам и сочувствия идеи продолжения масштабной поддержки Украины. Я думаю, это не означает, что будущая администрация Трампа прервет помощь Украине. Она может повысить давление на европейцев с тем, чтобы они компенсировали потери в результате уменьшения американской помощи. Это первое. Во-вторых, Трамп всегда превозносил свои хорошие отношения с Владимиром Путиным. Я не исключаю, что в духе этих заявлений он захочет сделать что-то приятное для Путина, например, вынудить украинцев пойти на соглашение, предусматривающее потерю Украины части своих территорий, что лежит в основе требований Путина. Я подозреваю, что Трамп может пойти на подобный шаг, поскольку он не хочет, чтобы эта война продолжалась длительное время во время его президентства. В-третьих, среди его назначенцев заметны деятели, которые скептически относятся к идее поддержки Украины. Наряду с Маркой Рубио и Майком Уолтсом, которые считаются сторонниками помощи Украине, кандидат Трампа на должность главы национальной разведки Талси Габбард и кандидат на должность министра обороны Пит Хексет неоднократно высказывались за отказ от поддержки Украины. Поэтому я думаю, что в отличие от первого президентского срока, когда его окружали люди, считавшие важной поддержку Украины в ее противостоянии России, во второй президентский срок от Трампа можно будет ожидать иной политики. Джошуа, как вы думаете, значительны ли сейчас шансы на победу Украины? Вот Фредерик Стар убежден, что поражение России недалеко, можно сказать, за углом. Без сомнения, Путин испытывает серьезные проблемы в поиске резервов для продолжения войны. Иначе бы он не прибег к помощи северокорейских солдат для попытки освободить часть Курской области, находящуюся под контролем украинской армии. Безусловно, трудности для Кремля нарастают. Но можно предположить, что Украина испытывает еще большие проблемы, хотя бы потому, что у нее меньшие людские резервы, а ее энергетическая инфраструктура сильно пострадала в результате российских ударов. Это будет особенно заметно с наступлением зимы. Уровень одобрения президента Зеленского падает. Это отражает всю общую усталость украинцев от войны. Кстати, усталость заметна и в Соединенных Штатах, где задаются вопросы о достаточно значительных расходах на поддержку Украины. И эти вопросы наверняка на уме и у Дональда Трампа. Я думаю, что если дело все-таки дойдет до мирных переговоров между Украиной и Россией в ближайшее время, то основным вопросом будет вопрос о готовности Киева уступить какие-то территории России. Это будет тяжелейший вопрос для Украины. Это будет очень тяжелый вопрос для Украины. Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Запад не замечает слабости России. Моими сегодняшними собеседниками были Фредерик Стар, Дэвид Крэмер и Джошуа Рубинстин. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» на YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкаста. Всего доброго! Студия подкастов «Радио Свобода» Преступления и война. Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах. Здравствуйте! С вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных, и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступления и война» на всех платформах подкастов.